Сегодня исполняется 10 лет моему ютуб каналу. Стоит отметить эту дату, подвести какие-то итоги и поделиться мыслями и планами. Ну конечно, дата это формальная, фактически 10 лет назад я всего лишь зарегистрировал этот аккаунт. Да, я выкладывал видео, но все же первые попытки сделать из канала видеоблог были предприняты только в 2016 году. Не очень удачные, надо сказать. На современном же этапе реанимировать свой канал я решил год назад, когда вздумал состязаться с братом Виктором, пытаясь не дать его новоиспеченному каналу обогнать меня по подписчикам. Это состязание я благополучно проиграл и довольно быстро. Между тем, та гонка взродила мой канал, вдохнула новую жизнь и можно сказать, что обновленному каналу всего на всего год. Тоже своего рода дата, поэтому все-таки планами и впечатлениями поделюсь. Почти год назад я рассказывал как мечтаю о том, чтобы нашлось хотя бы тысячи человек, которых заинтересовали бы темы моих видео. И вот сегодня вас, зрителей, уже даже больше тысячи. Спасибо, только благодаря вам я не перестаю думать о съемках новых видео, даже когда делаю затяжные перерывы. За такими перерывами активности прячется несколько десятков сценариев, медленно обрастающих новыми деталями. К сожалению, на данном этапе я не могу воплотить многие из этих сценариев в жизнь, потому что боюсь, что их постигнет участь одного из моих любимейших недавних роликов с дерзким названием «Все, что нужно знать фотографу о зрачках» или «Почему ваша модель выглядит как овца». Это примерно тот формат, в котором я бы хотел продолжать делать свои ролики, но пока не могу на это пойти. 400 просмотров у того видео за полгода – результат невостребованности темы. Через поиск такое нормальные люди, наверное, не ищут. У меня пока слишком мало зрителей, чтобы сам выход новых видео делал тему востребованной. Я, само собой, не могу создавать тренды ютуба и пока могу только подстраиваться под имеющиеся. Это, пожалуй, важнейшая вещь, которую я осознал за прошедший год и особенно ощутил после провала видео прозрачки. Можно делать то, что тебе интересно, но если это не попадает под популярные поисковые запросы, твои видео почти никто не увидит. Поэтому в ближайшее время будет больше актуальных тем, а самое вкусное я постараюсь оставить на лучшие времена, справляясь с той тягой высказаться, которая сродни желанию подарить очень хороший подарок раньше дня рождения. Конечно, я в курсе, что большая часть моих зрителей интересуется преимущественно видео на фотографические темы, но я все равно не планирую уподобляться брату и делать канал чисто фотографическим. Однако, понимая ваши предпочтения, буду продолжать записывать много обучающих видеороликов о фотографии, а попутно пытаюсь увлечь вас и другими темами, может быть, даже около фотографическими, связанными с психологией или даже с программированием. Не забыл я и про морские узлы, но тема оказалась очень токсичной, с наличием агрессивных последователей разных школ. Альпинисты спорят с моряками, моряки со строителями, строители с туристами и каждый готов убить за правильное название и применение узла. Не хочется потом расплетать клубок змей в комментариях, буду думать над наиболее мягким, не раздражающим никого сценарием. Таким образом, в ближайшем будущем на канале будет смесь науки, туризма и фотографии. Возможно, немного приправленные еще и чем-нибудь, что мне просто показалось занятным. Тетрадь с идеями становится все толще, часть материала уже снята. Ждите много новых интересных видео. Спасибо, что смотрите.